Варвах, глава 2. Исполнил Господь слово свое, которое Он изрек против нас и против судей наших, судивших Израиля, и против царей наших, и против князей наших, и против всякого израильтянина и иудея, что Он наведет на нас великие бедствия, каких не бывало под всем небом, как сделал Он в Иерусалиме по написанному в законе Моисеевым, что мы будем есть один плоть сына своего, а другой плоть дочери своей. И Он отдал их в подданство всем царствам, которые вокруг нас на поругание и опустошение, всем окрестным народам, между которыми рассеял их Господь. И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили пред Господом Богом нашим, не слушая глаза Его. У Господа Бога нашего правда, а у нас и отцов наших стыд на лицах, как сегодня. Все те бедствия, какие Господь изрек на нас, постигли нас. Мы не молились перед лицем Господа, чтобы Он отвратил каждого от помышлений злого сердца Его. И Господь наблюдал над всеми бедствиями и навел их Господь на нас, ибо Господь праведен во всем, что заповедал вам. Но мы не слушали глаза Его, чтобы ходить в повелениях Господних, которые Он дал перед лицом нашим. И ныне, Господи Божий Израилев, Ты, который вывел народ Твоей земли египетской, рукою крепкою и знамениями и чудесами, и силой великой, и мышцей высокой, и сотворил в себе имя, как сегодня, согрешили мы, поступали нечестиво, неправедно против всех уставов Твоих, Господи Божий наш. Да отвратится от нас ярость Твоя, ибо мало осталось нас среди народов, между которыми Ты рассеял нас. Услышь, Господи, молитву нашу и прошение наше, и избавь нас ради Тебя, и дай нам милость перед лицом тех, которые переселили нас, дабы вся земля познала, что Ты, Господь, Бог наш, так как имя Твое наречено на Израиле и роде Его. Презри, Господи, от Святого Дома Твоего, и воспомяни о нас, и преклони, Господи, ухо Твое, и услышь. Открой очи Твои, посмотри, потому что не мертвые вади, которых дух взят из внутренности их, воздадут славу и хвалу Господу. Но человек, скорбящий о великости бедствия, который ходит поникший и уныло, и глаза потусклые, и душа алчища, воздадут славу и правду Тебе, Господи. Не по правдам отцов наших и царей наших мы повергаем моление себе перед лицом Твоим, Господи, Боже наш. Ибо на нас Ты послал ярость Твою и гнев Твой, как говорил Ты через рабов Твоих пророков. Так сказал Господь, склоните плечи Ваши, чтобы работать царю Вавилонскому, и будете жить на земле, которую Я дал отцам Вашим. А если не послушайте глаза Господа, чтобы служить царю Вавилонскому, Я сделаю то, что исчезнет в городах иудейских и окрестностях Иерусалима голос веселья и голос радости, голос жениха и голос невесты, и не будет на всей этой земле следа обитающих. Но мы не послушали глаза Твоего, чтобы служить царю Вавилонскому, и Ты исполнил слова Твои, которые говорил через рабов Твоих пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места Своего. И вот они выброшены на дневной зной и ночной холод, а умерли они от злых болезней, от голода, от меча и изгнания. Ты оставил дом, на котором наречено имя Твое, как сегодня, за нечестие дома Израилева и дома Иудина. И Ты, Господи Божий наш, поступил с нами по всему снисхождению Твоему и по всему великому милосердию Твоему. Как сказал Ты через раба Твоего Моисея в тот день, в который повелел ему написать закон Твой пред сынами Израиля, говоря, «Если вы не послушаете глаза Моего, то это великое и многое множество народа обратится в малое среди народов, между которыми я рассею их. Я знаю, что они не послушают Меня, ибо они народ упрямый, но они обратятся к сердцу Своему в земле переселения Своего. И познают, что Я, Господь, Бог их, и Я дам им сердце, и уразумеют, и уши, и услышат, и будут прославлять Меня на земле переселения Своего, и вспоминать имя Мое, и отвратятся от упорства Своего и от злых дел Своих, ибо вспомнят путь отцов Своих, согрешивших перед Господом. И Я возвращу их в землю, которую с клятвой обещал отцам и Хавраму, Исааку и Иакову, и они будут владеть ею, и умножу их, и не уменьшатся. И поставлю с ними вечный завет в том, что Я буду их Богом, а они будут Моим народом, и более не изгоню народа Моего Израиля из земли, которую дал им». Продолжение следует...